Приветствую вас, и если говорить о том, зачем вы рисуете эти рисунки и что вы ими пытаетесь выразить, то есть нужно сказать, что пытаетесь вы ими выразить именно те самые чувства тревоги и страха, с которыми вы не можете справиться. Именно вот это вы и пытаетесь выразить своими рисунками. То есть, по большому счету, вам моя коллега сказала правильно, что у вас нет возможности, куда бы вы могли вообще выразить свою энергию, как бы вы могли это делать. И вот в рисунках проявляется ваша энергетика, ваша активность. Правда, другое дело, что, знаете, эти рисунки, они не дадут вам какого-либо удовлетворения на самом деле. Ведь дело всего в том, что чувство тревоги и чувство страха появилось у вас, как я понял, какое-то время назад. И оно с вами есть на данный момент, оно с вами существует. И, понимаете, нужно разбираться с тем, откуда это чувство вообще взялось. С чем оно связано, это чувство? Например, если у вас тревога – хорошо, но по какому поводу у вас тревога? Если у вас страх, то, опять же, хорошо, но по какому поводу страх? Понимаете? Чего вы боитесь? Что стоит за этим страхом? Какие обстоятельства, по вашему мнению, могут быть для вас вот такими, что вы, например, ну, допустим, что вы там с ними, например, ну, не справитесь по вашему мнению. Или что-то еще. Понимаете? То есть вот это, этот момент, его нужно обязательно определить, потому что он важен. И надо сказать, что, да, вы, безусловно, пытаетесь как-то компенсировать себя, вы пытаетесь как-то компенсировать свою вот эту вот самую энергию, которая, ну, у вас не находит выхода. Вы пытаетесь с ней что-то сделать, но, понимаете, тревога – это очень такой, очень такой интересный, очень, ну, достаточно тяжелый вид в негативных состояниях человека. То есть, понимаете, тревога связана с тем, что вы, по сути дела, не адаптируетесь под меняющиеся условия вашей жизни. То есть, в вашей жизни что-то происходит, в вашей жизни что-то меняется, в вашей жизни происходят какие-то изменения, а вы, собственно говоря, эти изменения в своей жизни, по сути, никак не вносите в свою модель поведения. Понимаете? И отсюда у вас возникает подобное чувство, чувство тревоги, постоянное чувство тревоги. И понятно, что, ну, я надеюсь, понятно, что его – это чувство тревоги. Надо разбирать, откуда оно появилось, как давно появилось, каких пост оно у вас появилось и так далее. С чем связано, да, понимаете? Это все нужно разбирать. Далее. Чувство страха. Здесь, опять же, важно, чтобы вы постарались понять, что страх сам за себе, чувство нормальное и естественное. В нем нет ничего странного и нет ничего аномального. Страх – это один из основных человеческих инстинктов. Но, здесь важно сделать уточнение, правда, что страх не должен мешать вам жить. Судя по тому, что вы написали, страх вам мешает. Он именно, если угодно, парализует вас. А вот это уже ненормально, как раз. Страх не должен парализовывать. Скорее, страх… Задача страха – мотивировать человека на какие-то действия. Если вы чувствуете страх, значит, это сигнал. Сигнал к тому, чтобы обратить внимание на обстоятельства, которые в вашей жизни появились. Обстоятельства, которые вам, ну, по какой-то причине, например, неприятны. По какой-то причине, например, для вас негативны и так далее. То есть, важно знать, какие именно конкретно обстоятельства стоят за вашим чувством страха. И тогда, если мы это сделаем, то вы сможете помимо рационализации страха своего, то есть адекватного, объективного понимания того, что стоит за чувством боязни и какие нужно действия предпринимать, чтобы негативных последствий не было. Кстати, необходимо также определить эти последствия, что они из себя представляют, эти последствия. Вот. И тогда вы сможете нормально осуществлять свою жизнь и деятельность. Но до тех пор, пока у вас есть только чувство страха и только тревожность, вы, естественно, будете парализованы, потому что это чувство вас как бы подавляет. И из-за того, что оно вас подавляет, вы не можете нормально функционировать. Вот. Если говорить про рисунок, то я здесь опять же согласился со своей коллегой, скажу, что вы пытаетесь себя структуровать. То есть что по сути происходит? По сути происходит то, что система ценностей и вообще вся система мира для вас, она по сути дела распадается. Она распадается, вы ее либо не измечаете, либо не видите, либо она вас как-то вот целиком и полностью не устраивает. Такое бывает. И вот вы своим рисунком, своими рисунками, пытаетесь как раз таки эту систему создать заново. Но у нас, естественно, через рисунки это не получается. Понимаете? То есть рисунок, это как бы ваш крик о помощи. Что вот вам нужна помощь, у вас распадается система восприятия, и вы, ну, не знаете, что вам делать и не знаете, как вам дальше жить. И объективно, объективно, нужно отследить, когда это началось, как давно это началось, и отследить момент, с которого ситуация, грубо говоря, поменялась, стала другой. Был ли период в вашей жизни, когда вы себя чувствовали нормально? Был ли период в вашей жизни, когда вы чувствовали, что у вас все хорошо? Был ли период у вас, когда вы не чувствовали тревоги, не чувствовали страха и так далее? был ли этот период, если да, то вот именно с этого периода и нужно обсуждать, начинать разбирать, что с вами произошло. Я думаю, что вот с учетом того немногого, что вы написали, с учетом краткости вашего вопроса, я думаю, что на этом мой ответ можно завершить, я увидел, что вы написали дополнение, пожалуйста, если у вас появится желание написать дополнение еще, буду благодарен, если вы напишите мне в личку о том, что это сделали, и я вам отвечу на это дополнение, прочитаю его и отвечу вам на это дополнение. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку также, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok